Привет, друзья, меня зовут Марк, вы на канале Бабки на Крипта, и это канал по заработку на криптовалюте. Вчера ночью я опубликовал в нашем телеграм-канале, кстати, тоже подписывайтесь на него, пост с реакциями нужно было набрать 25 реакций, для того, чтобы я снял видосик по новой игрухе, за которой я наблюдал, наверное, около недели, может быть, чуть-чуть побольше, думал, заходить в неё не заходить, отправил сюда даже скриншот, я не думал, что вы, блин, наберёте 25 реакций, друзья. Думал, а, никто не наберёт, а, короче, набрали, набрали, и поэтому вот уже 31 реакция, поэтому ролик я сегодня снял по проекту, который называется World of Fairy, в общем, что это за игруха, я расскажу, наверное, чуть попозже, а вы пока подписывайтесь на наш YouTube-канал, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки и жмите обязательно в колокол, чтобы точно ничего не пропускать. Конечно, на тележку нашу подписывайтесь, здесь выходит постоянно полезная информация, пропускать её никак нельзя, поэтому на телегу тоже подписывайтесь. Но мы давайте будем приступать, ведь мы уважаем ваше время. Итак, друзья, игра, которая называется World of Fairy, это ферма на полигоне, а я очень люблю фермы, особенно на полигоне, потому что я в своё время за последние, там, 2,5 года в крипте поиграл и в Видиленд, и Санфлауэрленд, и Хэппиленд, и чё там только ленд не было. Мне очень нравятся фермы, даже играл какое-то время в игру Townstar, Townstar, по-моему, называлась, на Gala Games, она у нас там выпущена была, соответственно, я в неё тоже играл, мы вместе с Русом даже в неё играли, рубили, в какое-то время там пытались какие-то топы занять. В общем, мне очень нравится данный жанр игры, особенно если это какая-то прикольная графика, как вот в данном случае. В общем, смотрите, это игра на блокчейне Polygon, блокчейн Polygon мне очень нравится, потому что чаще всего фермы, которые выходят на этом блокчейне, они живут около 4-7 месяцев, это достаточно неплохая статистика, в принципе, игры на полигоне живут дольше, чем игры там на BSC или на каком-то другом блокчейне, ну, может быть, арбитру может с ним как-то посоревноваться по долгосроку, да, но как бы вот Polygon, они тоже молодцы в этом плане, и достаточно хорошо интегрируют игры, которые не скамятся прям в открытую. Это игра ферма, здесь у нас есть, соответственно, грядки, и нужно садить определённые семена, продавать, в общем, сейчас я об этом во всём вам буду рассказывать. Давайте сначала перейдём в White Paper проекта, я уже, в принципе, всё перевёл на русский язык, что всем было понятно. В первую очередь хочется сказать, что это публичная версия, во второй фазе уже она запустилась, приложу я White Paper в описании, можете его посмотреть с ним, ознакомиться, я не вижу смысла его прям полностью проходить, мы зайдём там пару вкладок, посмотрим основу, и дальше уже перейдём к игре, буду вам рассказывать конкретно по поводу игры. В общем, изначально ребята говорят, что пытаются решить вопрос с транзакциями, пытаются вопрос решить с ликвидностью, чтобы токен не укатывался, чтобы не было механизмов, инструментов и функционала у, соответственно, пользователей укатать каким-то образом этот токен, потому что у блокчейна Vax, к примеру, это просто сплошь и рядом происходит, когда токен выходит, и он сразу же укатывается там спустя какое-то время. Поэтому меня радует, что они этим заморочены. Как начать в эту игру играть? В первую очередь здесь есть полная инструкция, нужно установить, соответственно, сеть Polygon, забрать токены USDT, получить токены, ну, то есть обменять где-то токены USDT в Polygon, и, соответственно, эти токены уже можно реализовывать в этой игре. Как лично я вообще заходил в эту игру, я вам сейчас расскажу про один мост, где очень удобно и быстро можно перевести из сети Binance Smart Chain в сеть Polygon в Matic. У нас есть такой сайт, такой мост, который называется Wi-Fi, здесь вы просто переходите, нажимаете, подконнекте свой Метамас кошелек, если у вас, к примеру, сеть Binance Smart Chain, изначально, ну, вот у меня, к примеру, все токены были на Binance Smart Chain, вот исключительно здесь. Я просто взял BNB, вот у меня есть USDT, я их просто перевел. 15 долларов в Matic, это получилось 20 Matic, ну, это я так перевел, для входа достаточно будет вам иметь на кошельке, ну, 12 Matic хотя бы. Хотя бы запаситесь 12 Matic, потому что там и на комиссию, и на все остальное. Поэтому, друзья, напомню, что в эту игру без вложений играть не получится, у меня сеть сменила, сейчас покажу. Поэтому обязательно нужно обменивать, сначала, ну, сначала нужно будет покупать землю, а потом уже играть в эту игру. К сожалению, по-другому никак не получится, поэтому, друзья, я никого из вас не призываю участвовать в данном проекте. Ой, это, кстати, нам вчера даже что-то свапал, даже вот осталось, видно. Принимайте решения сами, исходя из своих рисков, потому что проект могут заскамить, проект токен могут укатать, и вы ничего не заработаете, ничего отсюда не выведите. В целом, 10 долларов для меня не такой большой риск, поэтому я в проект в этот зашел, потому что, как я уже сказал, я люблю Polygon и люблю на нем игровые фермы. Поэтому я, собственно, на него и зашел. Вы здесь обмениваете все это дело, потом вы переходите, соответственно, на сайт проекта. Сейчас я вам все это дело покажу. Вы, когда будете переходить, вы сразу меняете сеть на Polygon, потому что он вам это предложит сделать. Подписываете транзакцию и, соответственно, заходите в игру. Для того, чтобы начать в эту игру играть, вам необходимо нажать на кнопочку Mint. И если у вас будут USDT на балансе, в данном случае у меня USDT на балансе в Polygon есть, вы нажимаете на кнопочку Mint, подписываете несколько транзакций и, соответственно, получаете землю. После этого нужно эту землю опровнуть в игру и нажимаете на кнопочку Start. Игра прогрузится, вы снова нажмете на кнопку Metamask, нажмете подписать транзакцию и уже отправитесь в игру. Игра вообще не лагает нисколько, все быстро, четко проходит. Когда вы перейдете в игру, у вас вот здесь будет такая, соответственно, земля. Вот эта земля. И здесь будут грядки. Но это я что-то уже далеко забежал, давайте вернемся к нашему White Paper и больше о нем еще поговорим. А по поводу грядок я вам сейчас чуть попозже расскажу. Информации хочу дать очень много. Но не хочу затягивать этот ролик. В общем, по входу в игру я вам в целом рассказал. Введение в игру ценности ничего, а тут есть, соответственно, растеневодство, собирательство, промышленное животноводство, кухня, рынок. Много всего тут есть. Экономическая система здесь описана. Но это стандартная, в принципе, схема. Если они ее нормально реализуют, не у всех это получается сделать, к сожалению, то проект будет достаточно долго жить и все будет у него хорошо. Также они прописали и публичную бета-версию 1, публичная бета-версия 2. Тоже в скором времени будет запускаться. Также они, конечно, хотят запустить еще и свою метаверску. В целом, ну, как бы это все хотят сделать. И, соответственно, больше и больше начать развиваться в данном проекте. В общем, я ссылочку на White Paper оставлю в описании к данному ролику. Захотите его изучить более подробно, пожалуйста, изучайте. В игре есть два токена. Один игровой токен, другой токен DAO. Первый игровой токен, который называется FLT Token. Тоже на эту свапалку я вам ссылочку, соответственно, на DexView я вам ссылочку тоже оставлю в описании. Можете зайти и посмотреть. На данный момент у меня вот уже 604 в FLT есть. Я вам расскажу, зачем я их купил. Вообще тупанул, короче. Соответственно, у нас с вами есть вот этот обменник, где один FLT Token равняется... Вот давайте один забьем. 468 токенов равняется 1 доллару. Как вы видите, токен под укатан уже малость, да. Но здесь момент в чем? Есть официальная информация... Ну, как официальная, опять же, неофициальная, что вот эту ликвидность, которую здесь залили, это залили сами пользователи игры, которые фанатеют по данному проекту. И они залили в нее ликвида. Короче, жирного, нормального ликвида. Сейчас, на данный момент, токен находится, так скажем, не в очень хорошей... Ну, хотя, как сказать? Как бы токен, как токен, как сказал бы РУС. Ничего особенного в нем нет. Здесь какие-то есть объемы, его можно обменять. В целом, он рабочий. У меня на данный момент сейчас данного токена аж 600 штук есть. У меня этого токена, он аж сколько. Вчера я его купил, по глупости взял его. Смотрите, как бы сами смотрите, как токен идет. Если ребята этим проектом все-таки займутся нормально, когда у них это все пойдет хорошо, то, конечно, цена токена восстановится. Но пока вот ситуация такая. Не знаю, смотрите сами, думайте сами. Решайте сами. Входить не в проект, в этот не входить. Здесь есть вот эти два токена. Один токен, вот этот внутриигровой токен. И есть токен сообщества, DAO, который, по идее, должен стоить дороже. Сколько он сейчас стоит, мы сейчас посмотрим. Так, один USDT стоит... Ну, он стоит дороже, да. Один доллар, вон сколько стоит этого токена. Поэтому, как бы, токен в целом неплохо так идет. Но, как бы, я бы не сказал, что график прям какой-то великолепный. Но, что ожидать от графика игрового, да, там, допустим. Это сверхординарных движений я от него не жду. Пампа какого-то он может быть будет, может не будет. Если ребятки запустят маркетинг, а, как бы, официально альфа-версия запускается, как я узнал информацию, где-то в сентябре. Поэтому, скорее всего, возможно, там и будет вся эта основная движуха. По поводу мнения того, что вот этот токен, конкретный токен FLT, помпанули сами пользователи, я к этому склонен поверить. В принципе, вы думайте, как хотите. Потому что вначале вот такая вот цена была, а потом его помпанули. То есть, не сразу взлет, знаете, обычно такое бывает, что сразу бахают вверх и все. Здесь немножечко времени прошло, его запампили, потом подслили малость. Ну, и он сейчас опустился вот в ту зону, где он сейчас, в принципе, и находится. Этот токен FLT, он необходим для того, чтобы, соответственно, принимать участие в этой игре. За этот токен мы покупаем с вами зерна. Зерна мы эти садим, вот на эти наши грядочки. Вы переходите в игру, заходите в нее, и, соответственно, у вас открывается вот такая земля. Если вы купили землю, она у вас открывается. Если вы не купили землю, вы просто в игру не зайдете, никак этого сделать не получится. У вас будет лишь одна свободная грядка. Нужно будет на нее нажать и посадить на нее зерна. Он у вас даст единственную возможность посадить исключительно зерна картофеля. Вот они у вас, вот эти здесь они у вас будут, и их не нужно будет вам покупать. Вы их просто берете, садите, и, соответственно, следующий, там будет сидеть хомячок, вот здесь, на второй грядке. Вы на него нажимаете и сможете апгрейдить эту, вторую грядку вам дадут. Для этого необходимо будет посадить горох. Вот горох уже нужно будет покупать. Вы сначала садите картофель. После этого этот картофель у вас, когда он у вас, соответственно, вырастет, Вы идете сразу в магазин и продаете этот картофель вот здесь У меня сейчас ничего нет, потому что я все продал для того, чтобы просто, ну, как бы апгрейдиться, прокачиваться в этой игре То есть вы берете эту картошечку, у вас там будет надпись У вас здесь будет цифра, сколько у вас их будет Вы нажимаете, вот здесь вот выбираете sell Здесь плюс будет, ну, активный Здесь можно будет выбрать сколько Вы это, собственно говоря, продаете Потом возвращаетесь снова в seed seller сюда И покупаете на эти деньги горох Садите горох Если вам хватает на апгрейд третьей грядки, то апгрейдите Если не хватает, снова продаете уже пророщенный горох, который у вас будет Вот он здесь Продаете его, соответственно, в магазине И на эти деньги покупаете зерна, что это у нас? Брокколи Когда вы, соответственно, брокколи эти все вырастите Вы снова идете в магазин и продаете эти брокколи Также с томатами, с подсолнухами, с тыбами, со всем остальным Я пока дошел до подсолнухов На данный момент собираю их Но я вот сейчас буду апгрейдить уже какая шестая грядка у меня будет Мне необходимо 37 токенов FLT Мне нужно 4 подсолнуха И нужно 10 дерева Сами видите, какая, друзья, карта Она достаточно немаленькая Половина здесь пока как бы вот не работает Вот это не работает Здесь тоже что-то можно сделать Я еще особо, друзья, не сильно в этом и разобрался Но я буду разбираться, если данный ролик наберет хотя бы 25 лайков на этом ролике То я засниму по этому проекту еще один ролик Поэтому, друзья, управляйте активность на этом ролике Ставьте лайки И, соответственно, буду по этому проекту снимать контент Я в любом случае буду в нем принимать участие Поскольку я раз уже зашел, буду в него играть Также у нас здесь пока есть возможность какая Садить вот эти вот, соответственно, семена Из семян у вас Вот у меня, кстати, семена Помидоров, томатов Вот у меня семена подсолнечника, санфлаура Такая отсылочка в голове сразу возникла, да, друзья? Я вот сейчас посадил санфлауры Они растут 1 час Еще обратите внимание на тайминг проращивания Вы будете садить картошку Она вырастет 1 минуту Посадите горох 5 минут Посадите брокколи 15 минут Посадите помидоры, томаты 30 минут Посадите подсолнечник уже час И, соответственно, так далее Здесь вот самый какой-то мощный Вот 2 дня что-то тут выращивается Я аж не знаю даже что это Но я стремлюсь сейчас хотя бы вот, наверное, вот к этому К 4-часовому Потому что более-менее плюс-минус комфортно Но вот 8 часов вообще хорошо Поэтому как-то так, друзья Как происходит вообще Самый главный вопрос, да Как происходит заработок в данной игре Мы здесь просто берем Используем математику Плюсуем одно на другое У нас с вами есть зерна, к примеру Вот у меня сейчас на данный момент Подсолнухи Одно зерно подсолнуха Стоит 3.113 Давайте мы это забьем в калькулятор 3.113 Допустим 10 Давайте, чтобы для простоты 10 штук Умножить на 10 31.13 Далее, когда мы это все вырастим То есть мы с вами проростим эти подсолнухи Мы их, конечно же, сможем с вами в магазине продать Вот эти подсолнухи Они стоят у нас 4.137 Мы с вами получаем 41.37 Мы от этой суммы отнимаем 31.13 И получаем 10.24 токена чистого дохода Но доход у нас будет не чистый Потому что я еще знаю информацию Что нужно вот эти вот билетики будет покупать Каждый билетик там, по-моему, по 10 центов стоит Если мы, к примеру, будем прям жестко-жестко развиваться Да, засадим все эти грядки И будем, к примеру 8 грядок у нас есть, да, соответственно Если мы в день посадим это хотя бы 4 раза То есть мы с вами это можем умножить на 4 У нас получится 40.96 Как бы Здесь понятная механика на самом деле Здесь просто на перекупе работает вся эта история Вы купили подешевле, продали подороже Все просто, все логично Все и так понятно, в принципе Поэтому если вы засадите здесь быстро-быстро Апгрейдите здесь свой склад Хотя бы начнете вот эти вот Собирать вот этот вот Начнете сажать вот, к примеру, вот эту, да, штуку То есть мы, по сути, можем за день вот этих вот 5 раз посадить Да, по 4 часа, если посчитать До ноября она точно проработает Возможно, даже до декабря Но, опять же, это не точно Это исходя из моего личного опыта И анализа данного проекта Я надеюсь, что он так проживет, но не знаю Ну, как бы 10 долларов я готов рискнуть Потому что, как я вам уже сказал, для меня это небольшой риск Но игра мне зашла Реально, она затягивает Она, как бы, нравится мне в нее играть И я в нее, конечно, буду играть Поэтому, в целом, друзья Заходите в этот проект Не заходите, смотрите Решайте Думайте сами Смотрите Считайте сами заработок Также здесь есть еще и Marketplace Вот он здесь Я так и не понял, как он работает Потому что, когда... Почему я вот эти токены, соответственно, купил, да? Которые у меня 600 штук тут находятся Я думал, что, когда я зайду в игру И я смогу купить вот эти вот семена За FLT вот этот токен Я думаю, мне его нужно сейчас просто купить Как бы я пошел, соответственно, обменял его Пошел на маркет И хотел его здесь купить Вот здесь Я, по-моему, хотел вот эти вот купить Семена Горох я хотел взять Что-то там Не получилось у меня нифига Здесь уже прямые товары продаются Здесь тоже это можно все дело, собственно говоря, продавать Но ничего не получилось Потому что в игре Возможно только это все дело Заработать в самой игре Просто так залить сюда бабки вы не сможете Вам необходимо будет все-таки Прокачивать свои вот эти грядки Я думаю, что прокачаю я эти грядки Ну, дня за 4 Я думаю, 100% я их все прокачаю до конца Дойду, как минимум, вот до вот этой рефлезии И буду ее уже садить Буду ее продавать и так далее Поэтому посмотрим Поглядим, как будут дела обстоять В целом, по проекту Что еще сказать В принципе, все, что хотел Я вам сегодня рассказал Мы поговорили с вами про токены Про 2 токена Мы с вами поговорили про white paper проекта Пробежались по сайту Он рассказал в целом Как развиваться Что и как делать На первом этапе, да, друзья Ну, если данный ролик наберет 25 лайков Как я и сказал Я буду продолжать снимать Потому что, сами понимаете Если контент не пользуется интересом Не пользуется спросом на рынке ютуба Да, так скажем, то снимать по нему интереса особо никакого нет Поэтому, друзья, проявляйте активность И не пропускайте этот момент Все ссылочки, как обычно, я прикреплю в описании А я вам вновь рекомендую подписываться на наш ютуб канал Обязательно пишите комментарии Ставьте лайки И жмите обязательно в колокол Чтоб точно ничего не пропустить Меня зовут Марк Я благодарю каждого из вас за просмотр С вами был канал Бабкина Крипта И самое главное, друзья Не теряйте свой кэш Субтитры сделал DimaTorzok